И к другим новостям. Жители Новогродовки рискуют встретить Новый год в обледеневших квартирах. До сегодняшнего дня в их пятиэтажке так и не затопили. Люди говорят, от морозов лопнут как батареи, так и их терпение. Ведь им приходится оплачивать гигантские счета за электричество. С теми, кто вынужден жить в ледниковом периоде, пообщалась Анастасия Певная. Плюс 10. Последний раз тепло в квартире Павла Алексеевича было только летом. Мужчина опасается, из-за морозов может произойти разрыв батарей. Вода пойдет на низ и считается, что сверху до низу все будет лед. Вот это я утепляюсь. Вот одежда, вот халат, платок. Так утепляется пенсионерка Зинаида Николаевна. А ее соседка снизу Анна Петровна инвалид. Слепая женщина передвигается с трудом. Ее квартиру от обледенения спасает единственный обогреватель. Вот он, отопитель. Вот он. Вот при вас, девочки. Вот они, вот лежат. Больше мне ничего нету. Проблемы с отоплением в доме начались после того, как коммунальщики отремонтировали трубы неподалеку. Порыв. Все, нас остановили, а потом сделали и все. И после этого у нас нету тепла. Люди жалуются. Кроме холодных батарей, они получили гигантские счета за электричество. Я за свет буду платить. Вот как начинаются морозы, я плачу полторы тысячи гривень. Жители холодного дома к властям обращались неоднократно. Решение проблемы каждый раз откладывают. Ходим к председателю, мэру города. Нам одни идут обещания. Придут завтра, придут завтра, завтрак мы кормят. В городском совете между чиновниками и жильцами возник спор. Начальника отдела коммунального обслуживания утверждают. Проблемы с теплоснабжением люди должны решать сами, поскольку они члены ОСМД. Теплофикация обеспечивает подачу тепла. Тепло доходит до дома. Но в доме у нас проблема. Люди же уверяют, проблема в теплотрассах. И напоминают, во время последнего приема восстановить теплоснабжение им обещали. Теплотехники сказали, вот и Артем на приеме в понедельник, он сказал, в доме все сделано правильно. Это на трассе. И сказали же нам, ждите, мы закончим скорую помощь и мы будем разбираться по трассе. Для разрешения конфликта решили создать специальную комиссию. Ремонтировать и отапливать дом начнут только после ее решения. Председатель назначает участников, время, все, будем подгонять, делать как под них уже. Сколько времени понадобится чиновникам, чтобы решить, как отапливать многоэтажку, в мэрии не уточнили. Люди надеются, а тепловых дома вернется до крещенских морозов. Анастасия Пьевна, Александр Соколов, телеканал Донбасс.